На решение поддержки проекта влияет не только описание идеи, но и некоторые важные детали. Например, вознаграждение, наличие ответов на часто задаваемые вопросы, новости краудкомпании, но еще реакция автора на комментарии пользователей. Коротко расскажу о каждой функции. Вот так в редакторе выглядят поля для заполнения вознаграждений. Этих полей, как вы видите, очень много, и чтобы можно было не просто интересно рассказать о бонусах, но еще уточнить, когда именно вознаграждения будут выдаваться. Также в момент совершения оплаты автор может запросить у участника все необходимые данные. Полное имя получателя, его адрес, телефон. В общем, все то, что нужно для почтовой пересылки, по сути. Ну или, скажем, автору важно знать, какого размера футболка требуется участнику, поддержавшему проект. Все это тоже стоит уточнять сразу же, чтобы потом не терять ваше время на ручную работу. В вознаграждениях также рекомендую придерживаться стиля ранее выбранного в описании проекта. Но старайтесь быть еще более четким и честным, чтобы у пользователя вообще не было ни малейшего шанса на какое-то недопонимание. Какой там он бонус выбирает, как, когда его получит. Далее вкладки «Часто задаваемые вопросы». Выглядит она вот так. Это пример из проекта «Один Высоцкий». Как видите, там все вопросы о доставке. Это уже просто не первый проект команды, и они знают, что тревожит участников больше всего. Поэтому, собственно, команда решила сразу снизить волнение и предвосхитить те самые вопросы. В этот раздел вы можете добавить те вопросы, которые не обязательно ставить в детальное описание проекта, иначе текст будет перегруженным. Ну или, например, вы видите повторяющиеся вопросы в комментариях к проекту или в ваших социальных сетях. При этом вы опять-таки чувствуете, что перегружать детальное описание этой информации не стоит, поэтому выносите их в специальный раздел. Новости — это обновление о развитии вашей идеи, которыми важно очень делиться для поддержания жизни проекта. Писать в этот раздел вы можете хоть каждый день, но отправлять эти новости на почту участникам, которые вас поддержали, не чаще одного раза в неделю. Писать и вопросы-ответы, и новости нужно в том же самом стиле, что и детальное описание. То есть придерживаемся единообразия во всем. Например, автор проекта «Строительство стационара для птичьего приюта» Вера Пахомова пишет в своей уникальной, такой немножко ироничной даже стилистике, которую поддерживает в абсолютно всех источниках, и благодаря этому она становится очень узнаваемой. И, ко всему прочему, ее тексты на не очень позитивную тему воспринимаются легко и доступно. Начну с того, что отвечать рекомендую на каждый комментарий и позитивный, и негативный. Да, это непросто. Но прежде всего это очень нравится аудитории, потому что вот каждому важно быть услышанным. И если комментарии, например, позитивные, вы можете просто поблагодарить за поддержку. Если он негативный, то можно также поблагодарить за обратную связь и постараться учесть совет в своей работе. Или же наоборот, написать подробное объяснение и даже добавить его в список часто задаваемых вопросов, чтобы ваш проект был описан еще более честно и понятно. Ну, конечно, иногда... Ну, кстати, на планете это нечасто, к слову. Пользователи могут писать какие-то неконструктивные, негативные комментарии. И если вы чувствуете, что ответ на вот этот эмоциональный выпад, он только подзадорит агрессоров, то можете на такое в комментариях не отвечать. Но повторюсь, у нас на планете это в очень редких случаях происходит. Стоит ли привлекать копирайтера? Если да, то на каком этапе? Наверняка у вас есть этот вопрос, да, как поставить ему задачу, сколько стоят его услуги, как найти подходящего? Очень хорошие вопросы. И, кстати, порой даже у опытных авторов и краудпродюсеров они возникают. На мой взгляд, ничто и никто лучше самого автора идеи не сможет ее описать. Безусловно, не всем дано писать великолепные тексты, но, тем не менее, основу описания важно создавать именно носителю знания, самому автору проекта. А уже там редактор, корректор, они должны проверить изначально текстные ошибки и уже внести свои правки, возможно, предложить, добавить какие-то информационные блоки. Но для любого редактора важен исходный текст, с которым он уже сможет работать. Найти копирайтера можно среди знакомых или на фриланс-сервисах, текстовых биржах. Часто стоимость их услуг рассчитывается по знакам, но это совсем необязательное правило, вы можете договориться как-то индивидуально. Сервисов и бирж очень-очень много, и, собственно, их по запросу найти копирайтеры или подборка сервисов для поиска копирайтера, вот вы найдете их тысячи, мне кажется. И, собственно, там найдете достойные для себя варианты. Ну что, подытожим? Во всех сопутствующих разделах, что мы обсуждали на этом занятии, лучше все-таки придерживаться единой стилистики. Вознаграждения стараемся описать максимально четко и честно, избегать недопонимания, ясно указывать все условия получения лотов, даты, формат, другие детали, вот максимум. Кстати, там же в вознаграждениях можно заранее спросить у участников все, что ускорит процесс выдачи бонуса. Это размер, это имена, контактные данные. Ну, размер я имею в виду какой-нибудь футболки, например. Используйте раздел часто задаваемых вопросов. Например, повторяющиеся вопросы в комментариях, их можно перевести как раз в этот раздел. Оживляйте вашу кампанию новостями. Наполняйте новости той информацией, что не вошла в детальное описание. И отправляйте рассылки участникам проекта, но не чаще одного раза в неделю. Обязательно держите руку на пульсе и отвечайте на комментарии. Обратная связь может стать таким драйвером для вас и сделать проект еще лучше. И, конечно, обращайтесь к профессионалам, потому что основу текста вы можете написать самостоятельно, а вот уже отредактировать, вычитать. Лучше уже человеку с опытом. Ну и, наконец, пишите чаще, проверяйте свои тексты на друзьях, и довольно быстро вы научитесь играючи буквально описывать свою идею в разных форматах. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова